Lexus надумал обновить бизнес-седан ES. Правда, снаружи распознать послереформенную версию смогут лишь истинные фанаты марки. Она отличается свежим рисунком решетки, да немного подретушированной оптикой. Разбирая ретуш интерьера, можно подметить, что экран медиасистемы выехал немного вперед, сместив ниже дефлекторы вентиляции. А все потому, что дисплей стал сенсорным, и в прежнем положении водитель до него не дотянулся бы. Под капотом свои новшества. Двухлитровый атмосферник уступил место более современному аналогу такого же объема. Мощность осталась прежней, но максимальный крутящий момент немного подрос. Вместо шестиступенчатого автомата отныне установлен вариатор. Также некоторые доработки коснулись ходовой части. Модернизированные амортизаторы должны уменьшить раскачку, а жесткие распорки задней подвески добавить стабильности при резких перестроениях. Перекалиброванный усилитель тормозов гарантирует более прогнозируемое усиление на педали. Кстати, сама педаль обзавелась более надежным креплением и крупной накладкой. Вроде мелочи, но правильные. Для драйверского исполнения F-Sport впервые предложен специальный пакет, что включает адаптивные амортизаторы и дополнительные режимы ездовой электроники. Наконец, седан обзавелся улучшенной версией комплекса безопасности Lexus Safety System Plus. Первым рынком, где улучшенный ES предстанет перед публикой, японцы избрали Китай. Но осенью новинку получат уже российские и американские покупатели. Следующую новость тоже посвятим японской премиум-марке. В Россию прибыл обновленный прошлым летом представительский Lexus LS. Его передняя оптика стала менее причудливой, а в салоне прописался... Да-да, тачскрин вместо пассивного экрана. В подвеске под замену пошли адаптивные амортизаторы, стабилизаторы поперечной устойчивости и опоры двигателя. Система активного шумоподавления стала эффективнее, а сиденье приятнее, благодаря иной набивке и прострочке. Модификаций всего две. С задним приводом топовый Lexus оснащен атмосферником, а с полным приводом битурбомотором, который обрел иные нагнетатели. Десятиступенчатый автомат прежний, но программа управления переписана. Стартовая цена выше 7 миллионов рублей, но при желании стоимость такого седана можно перевести за 11 миллионов. Согласитесь, превосходная иллюстрация присказки про капризы и деньги.